Появление ребенка полностью меняет быт семьи. Бытует мнение, что с рождением малыша с особенностями здоровья уклад жизни тоже становится особенным. Это правда лишь отчасти. В таких семьях мамы, папы, да и сами ребята творческие. Любят петь, сочинять стихи, занимаются спортом. Все как у всех. Организация «Дети ангелы» объединяет семьи, где воспитывают ребята с детским церебральным проличом. Запустила особый марафон. Не секрет, что вся жизнь особенной семьи, так скажем, вертится вокруг ребенка. Мы хотели отвлечь родителей от насущных проблем, от ежедневных занятий, реабилитации. А обществу в целом показать, что наши семьи, они не закрыты, они талантливы, они спортивны, они креативны. И мы придумали такой конкурс, марафон, который называется «Особенная семья духом крепка». Семейный марафон длится неделю. За семь дней 22 команды испытали себя в семи конкурсах. Правила лояльные. Участники сами определяют количество заданий. Первое соревнование проходило заочно. Это видео-визитка. Следующая и самая популярная семейный талант прошло в Центральной детской библиотеке. Семья Хлюстовых исполнила стих собственного сочинения. Диалог бабушки и внучки. Автобиографично, ведь Ангелина и правда еще не решила, кем хочет стать. Один из критериев оценки в конкурсе – вовлеченность каждого. Так в семье Волковых выступили одновременно три поколения. «Ой, ну где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь, девчатки?» «Мы очень благодарны нашему дедушке. Даже независимо от того, что там есть какие-то проблемы, он нас поддержал. И мы сегодня приехали и поучаствовали». «Никита участвовал первым номером. А мы подпевали ему». «Репетиции у нас было не так много. Практически мы это исполнили экспромтом. Никита, скажи, пожалуйста, тебе нравится эта песня? Это твоя любимая?» «Да, нравится». «Еще одиночный конкурс, который раскрывает интересы семей – спортивный. Турнир по ботча. Особый вид спорта, близок к боулингу, но не требует больших физических возможностей. На одной площадке объединились и чемпионы. Например, Матвей Гуриков – победитель краевых соревнований. А слова Фомин и Данил Белоусов – городских. И новички в спорте. «А тише, видишь, как быстро он сильно катится? Вот, синий». «Мы сегодня пришли поиграть в нашу любимую игру боча, в которую мы постоянно играем. И у нас любитель очень большой и, можно сказать, занимает призовые места Данил. И поэтому мы обязательно пришли в ней поучаствовать. Вся надежда на Данила, так как он у нас профессионал». А еще во время марафона семьи провели интеллектуальные квиз и несколько мастер-классов. Самыми активными стали Щербаковы и Тарасовы. Они выступили в четырех конкурсах. Победителем первого семейного марафона стала семья Щербаковых. Они набрали 15 баллов, тогда как ближайшие соперники – только 9. Евгения Ежутова, Андрей Сегаев. Будни.